всем привет снимаю очередное продуктовое видео были мы в гипермаркете ok и кое-что там приобрели во первых мы взяли вот такие яйца куриные на этот раз взяли отборную категорию чуть подороже чем первые эти яйца стоили ну почему бы и не взять то что получше впереди у меня много готовки и вообще яйца я думаю в каждой семье достаточно быстро расходуются поэтому всегда берем большими лотками по 30 штук в этот раз просто решили посмотреть чем же категория номер 0 отличается от первой думаю что мало чем на самом деле кроме размера это несущественно так что еще взяла я гречневую крупу мне она срочно понадобилась так я буду крупами закупаться в следующий раз где-то через две недельки ну пока что у меня в запасах есть все кроме гречи вот взяла ее именно киевскую всегда беру стоит 48 90 и у меня такая просьба к вам если вы можете мне объяснить чем греча отличается от гречневого продела и замена ли это одно одно одного другим или же нет напишите пожалуйста потому что очень много гречневого продела появилось в магазинах и я думаю может стоит прикупить попробовать но пока не знаю что это такое так что дальше мясо свинина карбонат по акции шел вот такой вот кусочек на 700 грамм так он стоит достаточно дорого 330 рублей но по акции обошелся практически на 100 рублей дешевле вот разделю пополам порежу мелкими кубиками буду делать гречку по купечески вот именно поэтому мне понадобилась гречка курицу взяла точнее бедра с кожей куриные здесь чуть меньше килограмма 815 грамм были по акции по 129 рублей за килограмм сниму кожу промою замариную в майонезе со специями и завтра на противень и в духовочку минут на 40 получится очень очень все вкусно главное добавить побольше спец потому что внутри курицы они не пролезают получается курица достаточно пресная я уже готовила таким образом мне понравилось мужу тоже то еще печень говяжья по ее падает замороженная два кусочка у меня в семье печень не ест никто кроме собак поэтому покупать приходится хоть она и достаточно недешевая но собаки мои едят кашу а кашу голую им не предложишь нужно туда либо мясо либо печень либо яйца вареные вот одно и то же они тоже отказываются постоянно есть так что приходится постоянно что-то придумывать вот взяла два кусочка тоже по акции были но не любим мы чонку хотя я прекрасно ее готовлю жаль что муж не ест что еще да вот кстати около мясные продукты две упаковки сосисок у них разница в половину то есть сосиски папа мужиц весит 600 грамм а сосиски вот эти сливочные весят 330 грамм но эти стоят по факту получается дешевле и по вкусу они чуть похуже но и те и те нам понравились эти мы уже давно покупаем больших упаковках либо же в маленьких когда по акции идет а вот эти сосиски открыли для себя недавно и они вполне съедобные большие такие хорошие сосиски эти конечно лучше мне они нравятся больше но я ела сосиски которые были в разы хуже даже этого папы так что вполне приличные про запас в морозилку суну вот опять упаковочки ну и разумеется как-нибудь подкуплю чего-нибудь еще похожего но иногда сосиски в доме должны быть согласитесь не всегда хочется готовить иногда хочется просто быстро полуфабрикат какой-то достать и вот у меня сосиски всегда в морозилке для этих целей а так мы каждый день конечно же не едим овощи вот такой мешок здесь больше килограмма перцев я купила это конечно не болгарский перец это по моему сорт ласточка или что-то такое я такие перцы мою чищу режу мелкими мелкими кубиками и замораживаю потом добавляю например в гороховый суп очень мне нравится перцы скажем так уже на излете не сегодня завтра они уже умрут так что их надо будет быстренько завтра наверное порезать заморозить но на самом деле я бы прошла мимо них если бы не акция не стоили 60 рублей за килограмм в общем потому и взяла у меня просто есть немножечко перца в запасе а вот чего у меня в запасах нету что меня конечно очень сильно опечалило сегодня утром когда я варила суп это помидор я их точно также режу и замораживаю и потом добавляю в супы и во вторые блюда если у меня помидорок нет это очень очень грустно поэтому по акции за 60 рублей за килограмм я взяла это кстати томаты слива сразу много здесь килограмм и вот здесь килограмм вот посмотрите просто огромную гору помидорок и их порежу заморожу и буду с удовольствием и заправлять супы еще очень 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 долгое время они кстати сказать тоже за на излете на подходе вот их уже тоже надо будет срочно завтра обработать хлеб муж на этот раз взял вот такой хлебный дом я честно говоря не понимаю в каком принципу он покупает хлеб он каждый раз берет разный вот этот круглый который я вам раньше показывал он в последнее время не покупает а мне все равно как он есть лишь бы он был свежий и мягкий что еще да вот для готовки для маринования своей курицы взяла я вот такую упаковку махеев с перепелиным яйцом здесь очень много этого махеева 800 миллилитров большая такая упаковочка я не помню вкусно он или нет попробуем разумеется не прошла и мимо мистера река вот такая тоже не маленькая пачка опять же по акции было здесь 400 миллилитров ну люблю я майонез ничего не могу с собой поделать молоко вот такое молоко взяли это большая кружка свежая молоко с такими красивыми цветочками два с половиной процента обычно берем пискаревская но это по акции оказалось дешевле пискаревского а на каком молоке жарить блины для меня вот лично не принципиально так что взяли эту кружку к тому же она по моему нет посмотрите она сколько у него там две недели вот срок годности надеюсь не испортится так что еще сметана такая тоже была по акции за 47 рублей сметана 15 процентов веселый молочник я вчера нажарила оладий кабачковых муж их очень любит именно со сметаной так что взяли такую большую банку ну мои собачки тоже очень любят когда им в кашку по ложечке сметаны добавляют каша в момент просто с тарелкой исчезает а что еще морская капуста производства окей муж иногда покупает такую она вполне неплохая мне она тоже нравится с картошкой очень неплохо по акции опять же была исландка с филе сельдь кусочек точнее филе кусочки сельди в красном вине люблю именно в красном вине все остальные селедки я не ем принципиально мне они не нравятся не вкус селедки а здесь вкус приятный нежный так что когда акция ну и без акции иногда всегда беру эту исландку так с едой кажется все переходим к бытовой химии акции сегодня кстати последний день действия и киевского вот этого маленького каталога был и я ухватил все таки ухватила завтра все это уже подорожает два вот таких кондиционера е кто-то из девочек когда-то показывал эти кондиционеры и ласково назвал их ешка в общем взяла я себе две такие ешки этот кондиционер не концентрированный его нужно добавлять больше но это не проблема он стоил 60 рублей я больше всего люблю вернелевский кондиционер эти взяла просто на пробу если понравится понравится если нет нет но вот как-то бегать за ними я однозначно не собираюсь 60 рублей за баночку да кстати а также по акции мистер пропер полы мы моем либо мистером пропером либо глорексом была акция на мистера пропера 80 рублей за 750 миллилитров хороший мистер пропер никакого налета все хорошо смывает приятно пахнет отличная штука что еще вот такую вещь я взяла это сорти просто на пробу не помню когда-то брала я что-то похожее ли не цитрусовый фреш такая тугая упаковка что мне даже никак не открыть чтобы понюхать ну ладно пусть пока постоит в запасах опять же 25 по моему рублей вымоет посуду в любом случае главное чтобы ну уж совсем противно не пахло несвойственная для меня покупка это кухонное мыло обычно я такое не покупаю ну точнее покупаю например фаберлики да но вот чтобы то я пошла и купила в магазине она же там давно стоит а я вот только сейчас заинтересовалась мне больше в этом мыле понравилась вот эта вот баночка баночка которую можно использовать повторно переливать туда например жидкость для мытья посуды или такое же мыло любое жидкое и на кухне использовать вообще баночка классный объем большой пол литра вкусно пахнет буду прошу прощения пользоваться освежитель воздуха в океи периодически пропадают эти освежители они конечно самые недорогие возможно не самые экономичные соответственно не очень выгодные но я почему-то к ним уже привыкла и вот последний по моему я и схватила больше там ничего не оставалось но надеюсь завезут а то что ж без освежителя то как то интересно жить то еще мистер тес я не знаю хорошая эта штука или плохая ее купил мой муж это очень дешевое средство для мытья стекол стоит всего лишь 22 40 по моему но поскольку окна моет муж что и выбирает чем их мыть тоже он надеюсь вещь хорошая главное чтоб стекла отмывал остальное конечно мелочи так что еще вот фольга для запекания алюминиевая точнее для запекания для пищевой продукции фольга в доме у меня есть всегда вот недавно закончилась надо было купить купила за 25 рублей она не очень дорогая не очень длинная здесь 10 что ли метров или сколько до 10 метров пусть будет я больше конечно пользуюсь чаще пищевой пленкой но фольга тоже вещь неплохая например ту же курицу до запекать можно фольгой прикрыть чтобы она там как на пару готовилась потом фольгу открыть и корочка появится то ну например там можно еще что-то с ней делать пусть будет да кстати вот еще туалетная бумага для упаковки все так подорожало что еще переплачивать за туалетную бумагу я извините не хочу что покупаю океевскую и желательно по акции в этот раз она стоила 33 рубля вот за такие деньги я ее готова покупать за дороже нет уже извините что еще да вот зубная паста здесь затесалась маленький объем 50 миллилитров всего лишь маленькая такая банная упаковочка новый жемчуг с кальцием шалфей мне очень нравится вкус вот именно этой зубной пасты поэтому и взяла у меня полно всякой разной арифлеймов и берлик но вот иногда покупаю недорогой такой новый жемчуг именно из-за вкуса стоила эта упаковочка 19 90 ну и последнее что я покупаю практически каждый раз когда бываю в окей это журнал журнал в этот раз я нашла новый только один тысячи секретов ни аллюр ни гламур и ничего такого еще не вышло но потом второй раз когда пойду в окей через недельки две или полторы то конечно куплю уже себе и глянец про этот журнал я уже часто рассказывала мне нравится он прикольный ну конечно может не самый какой-то супер вау гламурный но он веселый вот за это я его покупаю и по утрам такое ненапряжное чтение за завтраком очень очень даже неплохо вот так что вот такие были мои покупки и вот эта кучка здесь практически все по акции куплено эта кучка обошлась мне около 2000 рублей я считаю что это весьма неплохо дорого конечно никто не спорит но многие вещи да такие как сосиски или как овощи которые я замораживаю они мне достаточно долгое время будут служить после того как я их разделу и уберу вот так что очень экономичная получилась такая закупка вот в общем надеюсь вам было интересно и полезно это видео спасибо за то что посмотрели всем пока